Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ. В студии Ксения Бриллиантова. И сегодня в программе. Культурный прием. В Серпухове наградили людей творческих профессий в честь Дня работника культуры. За вами должок. Сотрудники расчетно-кассового центра и отдела судебных приставов провели рейд по квартирам неплательщиков. И городские цветы. В этом году в Серпухове высадят рекордное количество растений на клумбах. Сегодня во дворце торжеств «Центральный» честовали работников культуры Серпухова. Почетные грамоты лучшим представителям профессии вручил глава городского округа Дмитрий Жариков. Вслед за поздравлениями начался концерт. Для тех, кто своим каждодневным трудом дарит людям праздник. С корабля на бал. Это про нее, про Марину Арабову. Днем отмечала День работников культуры, получила грамоту главы города, а вечером поехала в Минск на хореографический конкурс «Славянские встречи». Уже 15 лет Марина Арабова учит детей танцевать. Ее воспитанники, ребята из хореографического коллектива «Вероника», неоднократно становились лауреатами различных городских и международных конкурсов. На месте не сидится. Уже в мае, на День Победы, коллектив вновь поедет на конкурс в Волгоград. Когда я организовала коллектив, все это было как-то эмоционально. Все это было много потрачено мер. Было много допущено ошибок, может быть. До сейчас я уже настолько поняла психологию детей, что моя задача, чтобы дети не просто пришли в коллектив, потанцевали, но чтобы в нем уютно жилось. Екатерина Кузнецова оказалась в водовороте культурных событий 10 лет назад. Вслед за подругой перешла с должности замдиректора промышленного предприятия на руководящую должность в парк культуры. Да так здесь и осталось. Предыдущая моя работа, она была совсем не связана с культурой. Мне кажется, я стала открыть и добрее, я не знаю, но это вот сто процентов. Потому что здесь столько эмоций, столько всего происходит в мероприятиях, что, конечно, человек меняется в хорошую сторону. С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава Серпухова Дмитрий Жариков. Благодаря вам не утрачивается связь поколений. Благодаря вашей работе происходит самое главное становление в личности человека. Огромное спасибо за вашу каждодневную такую нужную работу. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. И, наверное, самое главное для людей творческих – это творческого долголетия. День работников культуры по всей России будут отмечать в ближайшие выходные. Творческие люди отпразднуют его, кто на боевом пасту, а кто в кругу коллег, родных и друзей. Очистят город от мусора. 25 марта в Серпухове стартует так называемый месячник по благоустройству. В этот день сотрудники коммунальных предприятий и жители города выйдут на субботник. Уборка улиц и дворов предполагает дресс-код в виде непромокаемой обуви и рабочей формы одежды. Грабли, метла и мусорные мешки выдадут на месте. Елена Киселева расскажет подробнее. Весна беззастенчиво открыла то, что зимой было деликатно прикрыто снегом. Мусор, названный в народе подснежниками, не украшает городские улицы и требует срочной уборки. 25 марта пройдет первый субботник. Первоочередные задачи – это убрать слежавшийся снег, остатки лед, убрать вытаивающий мусор, очистить ливневые колодцы, убрать какие-то поваленные, поломанные за зиму деревья. То есть все, как бы, то, что было поломано, порушено в зимний период. Ответственность за очистку прилегающих территорий несут организации и предприятия. Наиболее сложные участки, такие как бурелом на улице Володарского, будут убирать с применением специальной техники. Электросеть возьмет этот участок на период благоустройства и приведет его в порядок. Наш Юпитер, мы попросили в этом году, в прошлом году они навели порядок на пешеходном мосту, на сходе, и он совсем в другом виде предстал. Но через дорогу напротив примерно такая же ситуация. Естественно, там нужна техника, серьезные, крепкие мужчины, которые могут пользоваться бензоинструментом. Все, кто владеет метлой и лопатой, могут выйти на уборку своих дворов. Управляющие компании обеспечат желающих привести в порядок свой двор инструментом и мешками. К сожалению, многие люди и бросают мусор в неустановленные места, и окурки, и фантики, поэтому территория сейчас на самом деле находится не совсем в приглядном состоянии. Общеобластные субботники пройдут 8 и 22 апреля. В процессе месячника благоустройства предстоит отмыть, отчистить, покрасить фасады зданий, отремонтировать ограждения, детские площадки, побелить деревья, покрасить бордюры и посеять газоны. Все это предстоит сделать до 1 мая. Оплати коммуналку и живи спокойно. И тогда вряд ли к вам пожалуют незваные гости. К сожалению, жители Серпухова, которые месяцами и даже годами не платят за жилищно-коммунальные услуги, сейчас довольно много. Сотрудники отдела судебных приставов и расчетно-кассового центра посетили злостных должников. Репортаж Андрея Манехина. Должок! Дождались! Визита судебных приставов дождались неплательщики, проживающие на Московском шоссе и улице Володарского. А 5.25. В квартиру с таким номером приставы пришли далеко не впервые. Семья Ларионовых в последний раз оплачивала коммунальные услуги в мае прошлого года. А общая задолженность составляет около 200 тысяч рублей. Ну, такая вот сумма выросла, да. За какой период? За большой. Ну, а как так получилось? Ну, получилось так. Я не буду ничего комментировать. Осмотрев квартиру, в которой, судя по всему, недавно произведен ремонт, приставы подготовили акт описи на микроволновку и телевизор. Оценили их в 4 тысячи рублей. Холодильник является прибором жизненной необходимости, поэтому он в этот список не попал. Так что теперь Ларионовы не имеют права отдавать кому-то или продавать печь и телевизор. Во взгляде их домашнего питомца так и читается фраза «понять и простить», а его хозяйка пообещала исправиться. Сейчас будет составлен акт описи и арест вашего наушества. Давайте подождем там до конца марта. Там хотя бы по 5 тысяч можно я буду платить? Не обязательно. Там большая сумма. На московском шоссе дверь в доме 47А так и не открыли. Либо не захотели, либо в квартире в этот момент никого не было. Аналогичная картина наблюдалась и на Володарского 33. В обоих случаях жильцам были оставлены извещения о строгой явке в расчетно-кассовый центр, где будет заключено соглашение о погашении долга. В эту квартиру уже не первый визит, да? Нет. И как, хоть раз открывали? Ни разу? Нет. И не приходили даже ни в извещение. Ну, чаще всего так оно и происходит. То есть из 10 адресов, по которым им там удается застать, только троих там четверых. То есть, ну, половину, и то это в лучшем случае. Словно подтверждая эту статистику, в соседнем доме дверь открыли, но гостям были явно не рады. Еще бы, у обитателей этой квартиры задолженность составляет 657 тысяч рублей. У вас выселят скоро, знаете? А остальные? Виктория, Сергей. Куда вы выселять? И так что делаете? Светлана, Сенгей. Что вы платите, то прилагаете? Что вы мне снимаете? Вы работаете где-то? Нет. Многие неплательщики не понимают того, что их кабала может привести и к пустой трате денег на авиабилеты и гостиницы. Если задолжал более 10 тысяч рублей, путь за границу заказан. Сегодня у меня был случай. Девушка пыталась улететь за границу. В аэропорту остановили, объявили о том, что есть задолженность. Приехала к нам, но мы, к сожалению, пока она не выплатит свою задолженность, ни ограничения, ничего снять не можем. В итоге спутник этой девушки улетел отдыхать за рубеж, а она осталась с носом. Точнее, с долгами и бесполезной путевкой в теплые края, которую теперь можно оставить разве что на память. Более 150 тысяч цветов посадят этой весной на улицах Серпухова. Уже сейчас комбинат благоустройства готовится к большому озеленению. Где в этом сезоне появятся новые цветники и клумбы? И какие испытания проходит рассада, прежде чем появиться на городских улицах, узнала Ася Климова. Виолы, тюльпаны, сальвии, цинерарии – теплицы комбината по благоустройству, похожие на большую оранжерею. Вдоль стен, как плантации, ряды горшков с саженцами к большому весеннему озеленению. Здесь начали готовиться еще осенью. Мы выращиваем с ноября месяца, чтобы город уже радовать цветами для всех. Многие даже дач не имеют, не могут посмотреть какой-то маленький цветочек. А здесь можно выйти на клумбы и посмотреть все цвета радуги. На городские клумбы отправляются самые выносливые сорта растений. Выбирают такие, чтобы точно прижились рядом с дорогами и людными тротуарами. Помимо этого цветы должны быть закаленными, с легкостью выдерживать минусовые температуры. Виола, она выдерживает до минус 7, она может снегом ее накрыть. Раньше мы выращивали даже ее в парниках. Подготовка растений к высадке – кропотливый процесс. Ежедневно над ним трудятся несколько сотрудников комбината. Рассаде необходим специальный климат и особый уход. В марте растения пикируют и потом пересаживают в горшочки. Только после этого они появляются на городских клумбах. Но это происходит не раньше апреля, ведь сначала должна установиться теплая погода. Первые цветы появятся на улицах аккурат к майским праздникам. Но уже сейчас клумбы начинают подготавливать к озеленению. Мастер по благоустройству Надежда Сидякина специально выезжает на улицы города, чтобы осмотреть почву. Ведь раннее весеннее озеленение – самое рискованное. Почва, конечно, подготавливается, перекапывается, рыхлится, добавляется удобрение. И, соответственно, мы уже виолу даже высаживаем из стакана, не из кассеты, которая маленькая и ослаблена, возможно. Мы уже развитое растение сажаем, которое уже растет и развивается в клумбе. Всего в этом году в Серпухове появится рекордное количество цветов. Более 150 тысяч саженцев украсят город. Клумбы появятся во всех микрорайонах. Делаются, в первую очередь, для горожан, ну и для гостей нашего города, чтобы у них создавалось приятное впечатление после посещения нашего любимого города. Вниманием не обделят и фигурные клумбы. В этом году обязательно зацветет металлический велосипед на улице Жона Рида. Кроме этого, в городе могут появиться и новые цветники. В Серпухове завершилось первенство по шахматам среди ветеранов. В интеллектуальной битве сошлись 12 опытных шахматистов. Михаил Червонов с первого тура захватил лидерство и уверенно удерживал его до конца турнира. В итоге он и занял первое место, набрав 8,5 очков в 9 партиях. Серебро завоевал кандидат в мастера спорта Владимир Кульбачный с результатом 6,5 очков. Третье место досталось Андрею Пенькову. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами управления физкультуры и спорта администрации городского округа Серпухов. А на сегодня это все новости. Не забывайте, мы есть в сети интернет. На нашем сайте otv.defismedia.ru И на официальном сайте администрации города. Всего доброго и увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова